Добрый вечер. Итак, это послесловие к новостям. Сегодня говорим о благоустройстве придомовой территории. Я представляю вам директора РЭМПУ ЖСК Юлию Рыцеву. Юлия Валерьевна, добрый вечер. Добрый вечер. Присоединяйтесь, пожалуйста, к нашему разговору. Мы в прямом эфире. Телефон для вопросов Юлии Валерьевны, 222-0041. Я предлагаю сначала напомнить горожанам о том, что по жилищному кодексу земля, которая прилегает дому, она принадлежит собственникам квартиры. Иногда, удивляюсь, не все об этом знают. Соответственно, как жильцы имеют право распоряжаться этой землей и как управляющая компания здесь помогает? Ну, здесь вы абсолютно правы. То есть у нас земельный участок, который является придомовой территорией, он входит в состав общего имущества многоквартирного дома. И, соответственно, распоряжаются ими собственники точно так же, как любым своим общим имуществом, путем реализации общего собрания. То есть собирают собрание, в жилищном кодексе очень четко прописана эта процедура. И, соответственно, на этом собрании решают, что же они будут делать на своей территории. Потому что вопросов реализации здесь достаточно много. Кому-то нужна парковка, кому-то нужны детские качели, кому-то нужны лавочки, чтобы здесь посидеть, свежим воздухом подышать. Кто-то хочет абсолютно убрать все деревья, кто-то, наоборот, очень-очень сильно озеленить свой двор. Поэтому здесь только через общее собрание, то есть через согласование каких-то моментов мы можем это все дело реализовать. То есть вот как договорятся, большинством примут решение, соответственно, парковка или детская площадка, это все решается. А кто отвечает за чистоту и, собственно, благоустройство, рабочее состояние тех объектов, давайте так называть, которые будут сделаны? По сути дела, да, действительно объекты, потому что в любом случае, когда уже либо даже существующие какие-то малые формы есть на этой площадке, либо после того, как площадка будет отремонтирована, соответственно, ответственность за их содержание, за эксплуатацию, за какие-то ремонтные работы на этих объектах несет управляющая компания, ну, либо та организация, которая отвечает за эксплуатацию данного многоквартирного дома. И, соответственно, здесь тоже необходимо собственникам понимать, что есть такой минимальный перечень, да, согласно которому управляющая организация обязана поддерживать, прежде всего, безопасность данных форм, особенно если мы говорим о детских каких-то игровых формах, и, соответственно, только уже следующую очередь – это комфорт. Вот, и то, что касается комфорта, это уже улучшение, да, это, опять же, наше с вами любимое общее собрание собственников. Вот вопросы полетели, и много как раз про комфорт, и, в частности, про ограждение территории придомовой. Вот здесь как принимается решение, кто он отвечает? Это сейчас очень-очень актуальный вопрос. Заборов много в городе. Да, заборов очень много в городе. Ну, для кого-то это благо, потому что, особенно если дом располагается с каким-то таким особо посещаемым местом в виде торгового центра, да, то есть жители пытаются оградить свою территорию для того, чтобы избежать многоавтомобильной парковки, да, около своих подъездов. Ну, здесь нужно понимать, прежде всего, что необходимо определить границы, да, то есть люди должны четко понимать, какая граница, в каких границах земельный участок относится именно к ним. И здесь нужно понимать следующее, что если это несколько домов, а бывает и такая ситуация, что один земельный участок отмежован на несколько многоквартирных домов, то собрание придется проводить с одинаковой повесткой в каждом этом многоквартирном доме, совершенно верно. Ну, и обязательно я всегда всем собственникам на встречах говорю о том, что нужно учитывать правила благоустройства, в частности, города Екатеринбурга, если мы говорим о нем. Если много машин проезжает через двор, нам не нравится, можем ли поставить блок, ну, или шлагбаум? Ну, это все то же самое, да, то есть, во-первых, границы земельного участка и общее собрание. Ну, и здесь еще очень важно учитывать то, что есть такое понятие, как сервитут, да, и это тогда, когда в любом случае, если сервитут установлен на какой-то проезд, да, необходимый для, например, проезда в школе, да, или к детскому саду. Какие-то социальные объекты. И больше люди ни по какой другой дороге объехать, проехать не могут, то, соответственно, в данном случае не удастся им даже решением общего собрания такое шлагбаум или ворота установить. А Ленинский район, хотим поставить во дворе батут, какие согласования мы должны пройти, может ли помочь в этом управляющая компания? Ну, батут, опять же, да, это вещь такая, предприниматели сейчас летний сезон, все хотят порадовать детей, естественно, на этом заработать, но нужно понимать. Во-первых, это соблюдение правил техники безопасности обязательно, порядок крепления батута, определиться с точкой подключения электроэнергии, да, то есть чтобы не, скажем так, подключение батута не увеличило потребление электричества в многоквартирном доме и, как следствие, не повлекло для граждан увеличение платы, соответственно, да, в квитанциях. Поэтому здесь мы рекомендуем прежде всего, ну, чтобы предприниматели использовали какие-то генераторы, то есть техники достаточно сегодня, много вариантов, и решали этот вопрос каким-то образом самостоятельно. Либо, если мы договариваемся с собственником, что подключаемся к дому, то устанавливается отдельный индивидуальный прибор учета электроэнергии для конкретно целей этого батута. Ну, и как любое использование общего имущества, согласование требует того же собрания в любом случае, потому что речь идет об использовании придомовой территории земельного участка. Юлия Валерьевна, пытаюсь быстро склассифицировать те вопросы, которые поступают нам в программу. Ну, вот один из распространенных вопросов – это парковочные места, и их действительно катастрофически не хватает. Давайте, наверное, это будет последним нашим вопросом. Кто регулирует этот момент, ну, в частности, когда жильцы самовольно ставят какие-то ограждения, цепочки, насколько это законно? Ну, естественно, без решения собрания и сообща, да, то есть индивидуальная установка таких цепочек, она незаконна. Но вот я бы здесь хотела отметить следующее. Любое отсутствие, да, парковочного места, либо решение вопроса, скажем так, уменьшить, да, детскую площадку, увеличить парковку, здесь ведь вопрос встает о финансировании. То есть наши дворы нуждаются в том, да, чтобы было все комфортно, правильно мы начали программу, на мой взгляд, да, и при этом соблюсти баланс интересов. Поэтому вот сейчас реализация федеральной программы, да, городская среда, которая уже началась в городе Екатеринбурге, благодаря софинансированию бюджетов разных уровней и населения, я думаю, что позволит решить эту проблему и соблюсти тот баланс интересов, да, на территории придомовой, чтобы и автомобилистам место было, и мамочкам с колясками, где отдохнуть, ну, и, естественно, не надо забывать о пожилом поколении. Да, и всем было комфортно, но еще ведь есть интересы тех, у кого нет, например, автомобилей, им, например, обидно, почему забирают территорию во дворе. Много вопросов, можно ли мы вам им передадим и попросим индивидуально ответить всем дозвонившимся горожанам. Я напомню, что у нас сегодня в гостях была директор РЭМПУ ЖСК Юлия Валерьевна Рыцева, мы говорили о благоустройстве придомовой территории. Спасибо вам и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин